Алексей, подскажите, пожалуйста, вот ваше мнение, как компания выживает в условиях кризиса? Какие советы вы могли бы дать в этом смысле? Ну, по практическим советам, которые сработают по-любому, и это не первый кризис, до этого были, и есть технологии, которые работают. Первое, что я могу посоветовать, это не срезать рекламу и маркетинг в ноль. Некоторые компании снижают свои издержки по максимуму, и первое, что идет под нож, это реклама. На самом деле в условиях кризиса многие рекламные компании, журналы, рекламные агентства и так далее, они снижают стоимость своих услуг в разы. Вы можете купить рекламу на рынке, когда ей мало пользуются, очень дешево, потому что все срезают рекламу, все снижают издержки, и таким образом вы можете приходить в компанию, называть стоимость, из-за которой вы готовы купить полосу в газете, в журнале, сайты, контекстная реклама, генераторы и так далее, снижать цену в 2-3 раза, и вам с вами будут работать, потому что спроса на это нет. Это первое. Второе, я бы посоветовал заниматься технологиями привлечения продаж, именно развивать бизнес не за счет стандартных моделей, которые вы использовали, а заниматься больше технологиями продаж, то есть развитием системной проработки бизнеса, тем, чтобы вытянуть продажи на новый уровень. То есть понятно, стандартными методами они будут снижаться, но если вы будете взращивать компанию как систему, новые технологии привлечения клиентов, новые технологии продаж, проработкой базы существующих клиентов, которая у вас сформировалась за годы, проработкой новых продуктов, которые вы можете продавать, проработкой партнерских продуктов или услуг, которые вы можете продавать, таким образом вы сможете вытянуть свои продажи и сделать еще больше, чем они были до кризиса. Но этим нужно заниматься системно. И напоследок приведу отличный пример. Как-то в 2004 году на юбилее одного известного предпринимателя в США, у которого была сеть винных магазинов, журналисты задали ему вопрос на 50-летие. В США тоже был кризис, не помню, правда, какой, на тот момент. Как вы несколько кризисов пережили, и сеть ваших магазинов только развилась? У вас не было такой стагнации? И на что Владиславец ответил? То, что тогда, когда был первый кризис, он переехал, только эмигрировал из Франции в Соединенные Штаты, и он не знал, что кризис, потому что у него английский был настолько плохо, что он не мог читать рекламные заголовки. То есть он просто не мог понять, что в стране кризис. В этом я хочу сказать, что во многом кризис в головах. Если вы приносите ценность рынку своим продуктам, услугам и так далее, ценность настолько сильно не упадет, чтобы она вообще не стала востребована. Поэтому продавайте, развивайтесь и занимайтесь своими продажами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.